Всем привет, мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас будет с вами парфюмерное видео. Я сегодня собрала 5 ароматов Лоли, которые есть в моей коллекции. И мы с вами сегодня о них поговорим поподробнее. Некоторые ароматы мне уже успели полюбиться, некоторые я еще только в стадии знакомства. И некоторые ароматы у меня уже есть давно. У меня есть как фавориты, так и ароматы, которые понравились мне в меньшей степени. Я начну с аромата, который у меня в полноразмерном флаконе. Вы его часто видели у меня в разных обзорах. Это один из моих любимых ароматов от бренда Лолик. Лолик бренд, который делает разные хрустальные, стеклянные предметы. Во-первых, специализируется на изготовлении именно флаконов для других брендов. Поэтому бренд Лолик имеет всегда красивый флакон. В общем-то, у меня сейчас будет только один полноразмер. И четыре аромата, которые в атлевантах и фирменных атлевантах. Мы сейчас с вами вернемся к ним. Знакомство мое началось в том году, по-моему. Я приобретала его на сайте Рандеву, когда у меня еще не было своего промокода. А теперь у меня есть уже и свой. Но мы к этому сейчас тоже вернемся. Это красивое, богатое, такое толстое стекло. Хорошее оформление. Мне этот красавчик в свое время достался всего лишь за 3000 рублей. Это целая соточка. Аромат очень нежный, про нежные белые цветы. Вы знаете, белые цветы белым цветам рознь. То есть у меня очень много ароматов с нотой белых цветов. Цветы разные. Я люблю и Гордении, и Фрезии, и Жасмин, и Флёрд Оранж, и Тубирозу. Я это все люблю. Этот аромат здесь, он очень такой кремовый, уходовый, очень женственный. Не один раз, повторюсь, вы видели его у меня на обзорах. Он очень нежный, такой уходовый. И один из моих любимых ароматов от бренда Лалик. После этого знакомства с этим парфюмом, я решила, что меня бренд заинтересовал. И чтобы не брать сразу сотки, знаете, потому что сотку всегда брать выгоднее, я решила начать знакомство с ароматов, ну, с форматов поменьше. Дальше я вам сейчас покажу аромат, который мне в свое время присылала Дашенька Aroma Live. Даша ведет свой парфюмерный канал. Если вам интересно, я оставлю ссылочку под видео. Этот аромат у меня был в посылке по тегу парфпочта. Мы с Дашей обменивались ароматами. Она мне прислала вот такой отливантик. Он очень большой. Мне этот аромат тогда очень сильно понравился. Я его, помню, зимой пробовала. Сначала я захотела себе сотку. Тогда сотка стоила 3000, сейчас она стоит больше десятки. Ну, сами понимаете, почему. Этот аромат очень такой гвоздичный. Здесь он сладкий, пряный, фруктово-пудрово. Ой, в общем, здесь очень богатая пирамида. Очень богатая. Здесь, сейчас я вам скажу, вот эта пряная гвоздика, она играет почти главную роль. И здесь такая классическая пирамида. Это жасмин и рис роза. В сердце здесь заявлено груша ежевика, лист черной смородины. И в базе сандал белый мускус и ваниль. На первый мой взгляд, когда я познакомилась с этим парфюмом, там, кстати, тоже очень красивый флакон. Очень красиво сделан. Я прям загорелась, что я хочу себе весь этот флакон. Там красивая крышка. Этот аромат, да, повторюсь, называется, наверное, повторюсь, если я еще не сказала, вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Знаете ли, Лолик, Лолик, так и называется. Он очень женственный. Такой мыльный. Мыльный в хорошем смысле слова. Здесь слышится бело-цветочный вот этот, наверное, жасмин. Вот мне кажется, почему ассоциация с мылом чистоты. В то же время этот аромат нелегкомысленный. Может кого-то придушить. Может кому-то показаться каким-то ретро-ароматом. Я такие тоже отзывы слышала. Если вы понимаете, о чем я говорю. Здесь есть пряность. Здесь есть какая-то даже и свежесть, типа альдегидов. Но альдегидов здесь как таковых, так и не заявлено. Пока мне хватает этого отливантика. И пока я решила, не буду покупать себе полный размер. Раз я его не купила в свое время, когда он был по хорошей цене. Ну, значит, не судьба. Мне этого хватит. Следующий аромат, который я вам покажу, тоже изначально. Так. Прямо я им загорелась. Прямо загорелась. Этот аромат называется как-то с лейл. Сейчас скажу. У меня просто здесь же написано. Лолик с лейл. Отливантик у меня есть. Очень красивое также оформление. Потому что, да, повторюсь еще. Я, наверное, сто разов не сказала повторюсь. Может быть вырежу, а может быть и нет. Делают стеклянные вот эти пузыречки, флакончики. Делают красивые подсвечники. Я поищу картиночки и вставлю вам, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И, конечно же, этот флакон также выполнен очень красиво. Видит такой золотой, как ну ракушки, не ракушки. Что-то такое солнечное. И там вот такая висит такая бадюлечка. Мне она очень нравится. Также подходила этот аромат. Пробовала в магазине. Но, опять же, я так и не соблазнилась на покупку. Давайте сейчас пару слов. Он очень сладкий. Он очень сладкий. Он фруктовый. Здесь есть какая-то ореховость. Потому что в пирамиде заявлена ореховость. Также здесь есть молочные ноты. Сейчас, чтобы я не ошиблась, я сейчас посмотрю пирамидку, чтобы вам точно сказать. Пряный, теплый, цитрусовый, миндальный, орехово-карамельный, кофейный и бело-цветочный. В пирамиде здесь есть горький миндаль, кардамон, в сердце груша, молоко, засахаренный миндаль, карамельный, кофе, жасмин, пралине, белый мускус и сандал. Вот такая сладкая, богатая пирамида. Но вот сейчас в теплую погоду он сильно не играет. Он звучит сладко. Чувствую я в нем вот это пралине чувствую и молочность некую чувствую. Вообще аромат мне нравится. Сейчас уже вышел новый флангер Soleil. Я также, по-моему, его даже тестировала. Но я вообще не помню, как он звучит. Тестировала я вот так же в Литуаль в сосеннем городе, но сейчас давно туда не ездила. Сладко, приятно, но не соблазнилась я на целую покупку. Хотя я с удовольствием бы побрелась и тридцаточку. Но, кстати, на тридцаточке нет вот этой вот железной бадюлечки, которая есть на 50 мл, по-моему, и на 100. И жасмин я здесь чувствую. Сладкий, лактонно, ореховый такой, гурманский. Я вот даже гурманику такой ощущаю. Но на себе пока вот этого мне хватит. Пока не соблазнилась на полноразмерную версию. Следующий аромат, который я вам расскажу, я приобрела буквально в прошлом месяце с сайта Рандеву. Кстати, на сайте Рандеву была акция при покупке вот таких фирменных отливантов. На них была акция 35%. И при покупке трех срабатывала скидочка 5%. Плюс я использовала сама свой промокод. Я вам обязательно оставлю здесь. Используйте мой промокод 10АНИ. И вам на последнем шаге от 2500 рублей будет скидочка 10%. То есть, если вы, например, собрали заказ на 2500 рублей, 250 рублей у вас будет скидка. А если 5000, соответственно, 500 и так далее. Плюс за отзывы у вас будут собираться также бонусные баллы. 25 бонусных баллов за каждый отзыв. И потом вы можете эти каждые бонусы тоже списать. Один бонус, один рубль. Ссылочку я вам оставлю в ролике под описанием. Пользуйтесь и наслаждайтесь покупками. И вот про этот ароматик я вам обещала рассказать. Это Лолик Аметист Экскьюз. Я давно хотела познакомиться с Аметистами. И в коллекции Лолик, по-моему, их несколько. Есть Экла. Есть просто Аметист. И есть вот этот Аметист Экскьюз. Я очень долго ковырялась. Очень долго думала, какой мне взять. Возможно, я позже возьму еще и классическую, обычную версию флагман Аметиста. Про что этот аромат? Вы знаете, я очень рада, что я взяла десяточку. Я сначала хотела взять сразу сотку вслепую. У меня бывают такие заскоки. Почему нет? Где-то в районе трех тысяч стоит сотка аромата. Это очень хорошая цена. Лолик считается нишевым брендом. Это очень бюджетная цена для ниши. Звучит он очень классно. Звучит дорого. Звучит не плоско. Ароматы сложные. Но обязательно пробуйте. Обязательно можно найти. И на некоторые ароматы есть отливантики по полтора миллилитра. Поэтому всегда можно попробовать. Про что этот парфюм? Этот парфюм очень сложный. Он очень цветочно-ягодный. На старте здесь заявлено очень много ягод. Здесь есть и ежевика, и смородина, и малина. И он как бы немножечко пудровый. В сердце аромата заявлена роза, которую я также, кстати говоря, слышу. Роза сахарная. Она вот в этих всех темных-темных ягодах. Кстати говоря, тоже хороший, красивый парфюм. Ой, флакон. Он фиолетовый. Он с такими листочками прозрачными. Я очень хотела этот парфюм, когда увидела отзыв у одного блогера. И сотку брать просто испугалась, потому что те два аромата, которые у меня были в левантах, они уже как бы... Ну, я не захотела приобретать. Думаю, ну, если я возьму сотку, да-куда, я ее использую. И вот мне такого пока хватит. 8 мл от левантика. Это от леванта делает сам сайт Рандеву. Они разливают их. Все приходит запаковано вот так. Ничего не открыто. Очень качественно сделано. Мне очень нравится такой формат. Потому что 8 мл вы точно поймете, нравится вам парфюм, подходит или нет. В базе аромата здесь чувствуется ваниль, сандал, бензоин и гордень. Я обожаю гордень в ароматах. Знаете, тоже как и белые цветы, так, ну, гордень, в общем, каждая нота, каждый бренд, какие-то душистые вещества, которые используют вот этот самый бренд, они отличаются. В общем-то, аромат ягодно, цветочно, такой прям он ядреный, такой он прямо... Мне кажется, я здесь как будто бы даже почули чувствую. Но почули в пирамиде нет. Хотя я здесь чувствую какую-то такую зелень. Возможно, это черная смородина дает такой эффект. Аромат, вот сейчас, пока я вам не скажу, что он запудривается, но когда я на себе его носила, он потом запудривается, потому что здесь есть гелиотроп. Но аромат раскрывается долго. Здесь мощная такая сладко-кислая, я бы сказала, роза. Возможно даже, ну, на мой взгляд, чем-то отдаленно напоминает манталевскую розу, такой вот пронизательностью. Ну, вот эти ягоды, ну, как бы композицию всю делают такую прям смачную. Поношу этот отливан с удовольствием, а брать полноразмер или нет, решу потом. Я вам очень советую также пользоваться такими предложениями. Можно маленькие, можно побольше брать. И, кстати, он мне обошелся рублей в 600. Это очень здорово. У вас очень крутой аромат за такую цену. Вы поносили, его хватает на очень долго. Прямо на очень долго, я бы сказала. Мне, например, устраивает такой формат. И следующий аромат, о котором я расскажу, я его купила буквально на днях. Я вам обещала снять про него обзор. Этот аромат также давно очень хотела. В нем также интересно сделан флакон, такой круглый классический, с такими гранями сделан. Там крышечка такая красивая. Все лаконично. И тоже сотка стоит в районе там 3000. Ну, плюс, может быть, 3500. Я сейчас точно не вспомню. Найду, ставлю вам картиночку. И этот аромат я тоже хотела давно. Думаю, надо все-таки взять. И вот я рада, что теперь у меня он есть в таком формате. Этот аромат сразу очень-очень выдает такую прям пудру. Он заявлен как ванильно-пудрово-древесный. Я здесь чувствую какие-то орехи. Я не знаю, есть ли там орехи или нет. Мне кажется, здесь есть глиотроп. Я сейчас вам расскажу о своих ощущениях, а потом посмотрю пирамидку. Он очень сладкий, плотный, пудровый. Кому-то он может показать. Настя, он такой как бы сухой. Вот аромат сухой. Он не сочный. Он как бы сухой. Довольно-таки, ну, как сказать, взрослый, что ли. Не девичий. Здесь в пирамиде, по-моему, тоже есть гордения. Я не помню. Почему такая ореховая? Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что в пирамиде. Так, аромат у нас заявлен как ванильно-пудровый, древесный, сладкий, теплый, пряный, фужерный, бело-цветочный, бальзамический, мягкий, пряный, амбровый. Ну, конечно же, в верхах здесь гелиотроп, гордения и жасмин. В сердце бобы тонко, ваниль и розовый перец. В базовых нотах сандал, пачули и ветивер. Возможно, бобы тонко дают вот такую мне ореховость вместе с ветивером и с пачули. Чувствую здесь прям какой-то такой орех. Аромат действительно пряный, нет никакой кислинки, он такой сухой, взрослый, пудровый. Рады, что взяла вот такой флакончик, мне его хватит, на размерку пока брать не планирую, если хорошо поразношу, сейчас пока на жару я его не использую планировать. Не использую планировать! Вы меня поняли, да? Не планирую использовать! Но, но, посмотрим, как он будет раскрываться осенью. Возможно, в мокрую осень, в дождь. Эта пудра должна что-то подчеркивать, какой-то образ серьезный. Блотер, видите? Эти, кстати, блотеры, я в свое время вошла в бренд Адвокат Парфюмеры Эйвен, и я выиграла эти блотеры, у меня до сих пор, вот, много их, много, я их постоянно использую, поэтому, ну да, вот, такая, можно сказать, скрытая реклама. Блотеры хорошие. В общем-то, этот аромат про пудру. Ну что, вот мои 5 ароматиков от Лолик. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы ароматы Лолик любите. Может быть, какие-то ароматы вы бы мне посоветовали попробовать, и я желаю вам хорошего настроения, хороших покупок. Пользуйтесь моим обязательно промокодиком. Все ссылочки я оставлю под видео. Проходите и смотрите. Пока-пока. Я, конечно же, абсолютно забыла, что у меня есть еще один аромат в отливанте от слепых затестов от Кати, и, конечно же, этот аромат Энкар Нуар Пур Эли Лолик. Он стоит безумно дорого. Этот аромат снятость. Мне он попался вот в слепых затестах от Кати. Я когда отсняла ролик, я уже его села монтировать и вспомнила, что у меня есть еще один прекраснейший аромат. Он безумно красивый. Он мне очень понравился, когда я его разнашивала. Он очень женственный, очень красивый, сидит на женской коже, красиво раскрывается. очень жаль, что сейчас он просто, просто безумно дорого обойдется, если его покупать, потому что я бы с удовольствием его приобрела. Наравне с Лолик Лямур этот аромат из всех тех, которые я вам сейчас показала, мне очень сильно понравился. Ну, настолько он феминный и приятный, настолько он красиво звучит с кожи. Здесь, мне кажется, очень необычные ноты. Вот кефалис, в старте омбретто, заметьте, фрези, бергамот. Он такой слегка кисленький, слегка какой-то интересный, явно чувствую какие-то зеленые даже нотки. Возможно, это и ветивир, и виржинский кедр. Аромат очень необычный. На слепых затестах он на меня не призвел должного впечатления, а когда я его разнашивала, и смотрите, сколько мало у меня здесь осталось. Вот классный, просто классный. Надо его, конечно, заносить, но это просто потрясающе был. у меня опыт знакомства с этим ароматом. Я, конечно же, вставлю это видео в роличек уже после того, как я сняла полноразмерное видео. А теперь я с вами точно прощаюсь. Пока!